Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Камарача на связи. Мы с вами на яме Украина, Дамаха. Легендарная яма, где ловится практически вся рыба. Сегодня я бы хотел вам показать, как поймать сельдька с писку. На такую вот приманку VIP Rima M1 12 грамм. Интересное название, надеваем ее. Кстати, наверное, можно даже поставить... Ой, неправильно делаю. Вот этот вот спиннинг на 15 килограмм. Ну, как бы, чтобы не бить тот, зачем его сильно изнашивать, если мы можем половить и на этот спиннинг. Потому что сельдька с писка, она маленькая рыбка. На ней тоже, точнее, неплохо опыта дают за нее. Так, я не понял. А что у нас получается? Только одна такая наживка больше нету. Ну и ладно, мне уже лень менять. Но буду ловить так. Так, кстати, насчет этой наживки и спиннинга. Вот этот спиннинг-тест от 20 грамм. То есть мы далеко кидать не сможем, но нам это и не нужно. Будем сейчас мы фармить эту сельдька с писку. Стоит она немного, но она дает неплохо опыта. Эта штука. Сама по себе рыбка маленькая. Где-то, наверное, 2 с чем-то килограмма максимум. Ну, до 2 килограмм примерно. А так, 1,5 килограмма, там, 1,8 килограмма. Вот так вот она ловится. В основном мелкая ловится эта селедка. Клюет она тоже не очень часто. Но если вы находитесь на Украине, вы здесь прописались на этой реке. Или что это у нас? Это река, да. И вы фармите ночью судака. Вы засели на фарм опыта. Да, вам деньги как бы прям сильно не упали. Вы хотите фарм. Вот фарм, фарм. Кач у вас сейчас в приоритете. Вы фармите судака ночью. И фармите сельдь вот эту днем. Неплохой будет фарм, я считаю. Но сельдь клюет довольно редко. Сейчас вот мы с вами будем ловить. Посмотрим, сколько мы сможем поймать этой селедки. Я никогда прям целенаправленно не сидел и прям вот не старался ее долбить, долбить, долбить. Кстати, скорость проводки. Скорость проводки у нас ананас. Ну где-то 25-30 вот так вот делаем. И кидаем, я ж говорю, яма эта легендарная. Вот мы на ней стоим и блесним. Если хотите кидать дальше, чтобы проводка была длиннее, меняйте, ставьте 15-килограммовый спиннинг катану. И пытайтесь блеснить им. Мне как бы хорошо этим блеснить. Хотя мне просто, если честно, лень сейчас убирать, переставлять опять. Потому что уже это дело. И давайте будем ловить и смотреть. Как вообще по опыту все это дело. Первая селедочка у нас поймалась. Здесь и 25 грамм. И смотрите, 227 экспы дает. Неплохо, скажу, неплохо. Опыта за нее капает. Если ловить зачетную, думаю, за зачетную, за полутора килограммовую. Ну, отсыпят, думаю, 400 где-то. Хорошо. И думаю, за весь день цветовой, если вот начинаешь, вот как закончил с судаком, 6 утра и погнал до победного до 9. Я думаю, опыта будет неплохо. 10 рыб, 2700. Но я сомневаюсь, что 10 рыб вы поймаете. Я думаю, больше будет. Штук 20, наверное, 25 за день. То есть нормально будет по опыту. Наконец-таки поймал что-то стоящее. Крупная сельдь, полтора килограмма. Смотрите, 349 опыта за нее упало. И смотрите, уже практически 10. Я вам сейчас покажу, сколько я поймал. Гляньте, сколько мало рыбы. То есть где-то 230 с каждой рыбы капает. Вот посчитайте, 7 на 230. Ну это, блин, мало. Полтора косаря, грубо говоря, да? Опыта. Ну там 1700, где-то 1800, если быть более точными. Но это фигня. Вы представляете, со скольки я сижу? Я начал снимать с 6, где-то 10, 6.15 по игровому времени. И уже 10. То есть, ох, серьезно. Это что-то серьезное. Я даже спиннинг поставил на 15 килограмм, дорогие друзья. Чтобы у меня клевало лучше. То есть, чтобы я дальше бросал. И все равно я не увидел никакого результата. Ну и просто переставлять не стал. То есть, клюет редко. Где-то с седьмого заброса, в среднем с пятого седьмого, только одна рыбка получается. И маленькая рыбка. Вот это даже не знаю, что клюнуло. Щука, наверное. Скорее всего. Я думаю, да. Сомневаюсь, что сельдь. Так будет клевать. Ну давай, 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 давай. Да, это щука. Вот, зараза. Не хочет вообще вылазить. На 13. Знаете, как тяжело ее достать, а? Вот она. Ну, зачетная щука, блин, конечно. Трофейный солнечный. Ух ты. Напишем парню, грас. Так вот, дорогие друзья. Получается, смотрите, что. Где-то в пять, на пятый, на седьмой заброс, грубо говоря, мы вытаскиваем одну рыбку. Это очень долго. Я думаю, что до 9 часов мы поймаем максимум. Ну, где-то, наверное, это если при хорошем раскладе 20 рыб. Это прямо при хорошем раскладе. А так можно еще меньше поймать. Возможно, я ловлю не на ту блесну. Есть какая-то уловисти блесна. Но пока что я знаю только эту блесну, на которую более-менее ее как-то можно половить. Эту селедку. Вот сейчас нам повезло, что она клюнула. Вот, тоже, смотрите, мелкая, но 212 опыта. Стоит она недорого. Давайте тэпнемся. Покажу цену этой легендарной рыбы. Стоит она, ну, то есть, видите, копейки. Крупная, конечно, хорошо стоит, но ее еще попробуйте поймать крупную. А так вся остальная копиндоса стоит. Крупную, если таскать, можно неплохо поднять денежек. Но ее трудно поймать. На этом видео закончено, дорогие друзья. Думайте сами, стоит ли ее ловить или нет. Нет, если вы так гонитесь за качем, то, возможно, стоит. У вас огромное терпение. Я, допустим, не могу постоянно блесните на седьмой, только заброс вылавливать маленькую рыбку. А там это зависит уже от вас самих. С вами был Акамарачи. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видео. И оставляйте комментарии. Возможно, вы знаете лучше место, где клюет эта селедка. Знаете лучше наживку. Я обязательно прислушаюсь. Если что, сниму еще одно видео. Всем огромное спасибо. И покеда.